Субтитры предоставил DimaTorzok Об этом заявил руководитель управления энергетики ЖКХ Бахет Ильясов. Напомню, 20 марта на городской теплоэлектроцентрале рухнул один из трех дымоходов. Бетонная конструкция упала на котельный цех. Погибла сотрудница предприятия. Накануне на ТЭЦ произошел очередной технологический сбой, который повлек снижение давления в трубах. Из-за чего похолодало в квартирах. Чиновники заявили, что будут настаивать на пересчете для потребителей. Полную стабилизацию системы теплоснабжения специалисты обещают провести в ближайшее время. В Акимате отметили, совместно с монополистами сейчас разрабатывают план ликвидации последствий аварии. Планируется перестроить работу котлов, оставшихся без дымохода. Планируется переключение сделать на две трубы и запустить работу. То есть строительство трубы занимает где-то год. По финансам это тоже вопросы решаются. Так как это частный объект, соответственно, Севказнерго, они будут все делать за счет собственных средств путем привлечения займов с банка второго уровня и в рамках спецтарифа, который выдает им Минэнерго. Нет механизма законного, по которому можно было предоставить финансирование из бюджета. Поэтому они должны сами. Запрет на экспорт зерна, введенной России, может отразиться на работе октябинского мелькомбината. В этом месяце там ждали 35 вагонов зерна из приграничной Оренбургской области. Сырье должно было прийти еще 14 марта, однако сейчас груженные вагоны простаивают в Орске. По словам руководителя компании Тимура Шемагомбетова, пока мелькомбинат покрывает недополученный объем за счет внутренних резервов. Между тем, если вопрос не решится, в ближайшее время это отразится на работе предприятия, поскольку оно импортирует до 70% перерабатываемого зерна. Влияние антироссийских санкций казахстанцы чувствуют все больше. В первую очередь они ударили по карману за март, подорожали практически все продукты питания. В приграничных регионах, где зависимость от импорта ощущается сильнее, рост цен сопровождается покупательским ажиотажем. Западно-казахстанские товаропроизводители, как выяснилось, могут полностью обеспечить население области по 10 продуктовым товарам из списка социально значимых. Среди них мука, макаронные и консервные изделия, мясо. Частично заполняется рынок собственным картофелем и луком, подсолнечным маслом. А еще по 10 товарам регион полностью зависит от импорта. К примеру, молочные изделия, гречка, сахар, рис ввозятся из других регионов и России. Поэтому санкции против соседней страны сразу же отразились на ценниках в Уральске. По идее, мы нефтяная страна и вроде не должен страдать мы, но из-за санкций косвенно мы касаемся. И, соответственно, и цены повысились. Реакция, можно сказать, на все цены пошли. Это и комуслуги, и, в первую очередь, продукты. В первую очередь, оптовые продукты подорожали. Опять же, вот этот вот инцидент с сахаром, нарастание цен, вот это постепенное. Ну, в общем, повышение цен такое, ну, оно ударило по карману. Но так особо нет в повседневной жизни, кроме повышения цен, ничего не замечается. Власти области намерены поддержать молочные производства, а сахар закупается в проткорпорации. Сахарный песок за последние две недели подорожал в регионе на 63%. Департамент по защите конкуренции даже начал проверку работы оптовиков. Спекуляция и утаивание товара будет наказываться. По социально значимым товарам дефицитов нет. За последнее время, конечно, наблюдается повышение цены на сахар. Но на данный момент у нас запасы пополняются. Во всех торговых объектах и оптовых рынках на сегодняшний день имеются запасы сахара. Будут закупаться определенное количество сахара через ООО проткорпорации. Вот мы стоим, смотри, вот все, машины, машины туда. Здесь лес, тут горя. Стоим, третьи сутки пошли без движения. Сергей Лядов занимается международными грузоперевозками. Три его фуры, груженные яблоками, застряли на белорусско-польской границе. Фрукты нужно доставить в Караганду. Но когда товар доберется до Казахстана, неизвестно. Десятки большегрузов из разных стран стоят в многокилометровой очереди, практически без движения. Предприниматель не исключает, что все это не случайно. Если раньше пропускная способность поста 500 машин в день, то сейчас в два, в три, в четыре раза падает. Что произошло? Это ворота в Европу, все знают, что это рычаг определенный в политических играх каких-то. Вот, пожалуйста, я думаю, что этим люди пользуются. Сто процентов. Конечно, связано. Общая напряженная обстановка в Европе, санкции против России, все это связано, все это в одном. Образовываются вот такие проблемы. Североказахстанская область граничит с тремя регионами России. По сведениям местного филиала Палаты предпринимателей, от бизнесменов поступают жалобы на трудности с поставками сельхозапчастей, стройматериалов, электрооборудования и других товаров. Потребители же ощутили повышение цен в магазинах. Цены-то поднялись на все. Что строительные материалы, возьмите, что продукты, питание, все же подорожало. На месте-то ничего не стоит. Конечно, ощутили. Кассовая лента, бумага. А4, школьники, знаю, жалуются, что проблема очень сильная вот с этим. Цены-то заметно поднялись. И на продукты, и на вещи это заметно. Но в чем причина? Мы же простые люди, сами-то не знаем, как говорите, да, санкции. Может быть, они и не при чем? Причем мы. Мы совсем другое государство. И к нас российские законы и санкции там никакого отношения не имеют. А товары здесь совсем другое. Здесь надо локти закатывать, рукава, и пахать. И не зависит ни от каких России, там и Узбекистана и прочее. Между тем, рост цен только продолжается. О подорожании покупатели предупреждают кондитерские, магазины одежды и обуи, стройматериалов, констоваров, салоны красоты. О необходимости повышения тарифов из-за подорожания запчастей уже заявляют и перевозчики. В итоге с Базарбаева, Нургуля Ахметова, Эльдар Аюпов, Хабар-24. В Казахстане подорожают кондитерские изделия. По словам экспертов, сладкую продукцию завозили транзитом из России. Теперь товары поступают в страну напрямую из Европы. Кроме того, из-за антироссийских санкций закрылись некоторые заводы в соседней стране. Эксперты прогнозируют, отечественные производители также повысят цены. Председатель правления Национальной лиги потребителей уверена, повышение коснется всех товаров без исключения. Все будет дорожать. Это не окончание еще, но не наберешь на всю жизнь. И что будет делать с этим государство и предприниматели? У нас есть еще такая свежая информация. Некоторые российские магазины и достаточно большие сети перестали принимать карточки казахстанские. То есть ни визу, ни мастер-карт они не принимают. Либо наличные, либо Сбербанк, утверждая, что они имеют право. На самом деле я хотела бы сейчас заявить вообще всем, кто нас смотрит, это прямое нарушение в сфере защиты прав потребителей. Также, по словам экспертов, взлетят цены на бытовую химию. Причины изменения курса валюты и повышения расходов на логистику. На мой взгляд, будет рост на химию. Если касаться непродовольственной розницы, то на бытовую химию тоже рост может быть, потому что, как уже говорилось, цепочки меняются, страны происхождения тоже меняются, потому что очень много бытовой химии международных брендов производилось в России. Теперь все это будет в Казахстан завозиться из Европы. И цены будут, естественно, во-первых, вопрос о девальвации никто не отменял, потому что завозить, приобретаться все это будет в валюте. Национальная валюта продолжает укрепляться. По отношению к доллару снижение произошло более чем на 5 тенге. По итогам утренних торгов на казахстанской фондовой бирже Кассия средневзвешенный курс составил 489 тенге 10 иинов. Официальный курс Национального банка на 28 марта составляет 494 тенге 16 иинов. В обменниках Нур-Султана в среднем зеленую купюру покупают по 482 тенге, а продают по 488. Жители Грузии протестуют против повышения стоимости топлива. В минувшие выходные Тбилиси был парализован. Люди собрались на площади Первой республики и прошли до здания парламента. В итоге центральные улицы и главные площади были перекрыты. Главные требования митингующих – отмена акцизного налога и введение плавающих ставок НДС. Это, по мнению собравшихся, позволит снизить цену на топливо. За последний месяц его стоимость выросла на 20%. Жители Шанхая срочно закупают продукты в супермаркетах длинной очереди. Тем, кому повезло меньше, застали пустые полки. Ажиотаж связан с новыми мерами местных властей по борьбе со вспышкой ковид. С утра понедельника там начали массовое тестирование населения. Проверки сопровождаются домашней изоляцией жителей. С 28 марта по 1 апреля локдаун объявили в финансовом центре Пудуны, прилегающих к нему районах. С 1 по 5 апреля – в западной части города. В карантинных зонах не будет работать городской транспорт. Компании закроются или уйдут на удаленку. Людям обещают бесконтактную доставку продуктов. В воскресенье в городе обнаружили 3,5 тысячи случаев ковид. Большая часть – бессимптомные носители. Эта вспышка стала для Шанхая самой серьезной за последние два года. В Грузии смягчают ковид-ограничения. С сегодняшнего дня в стране частично отменили масочный режим. Суточный показатель заболеваемости к концу марта снизился в пять раз по сравнению с февральскими данными. К тому же впервые за полгода зафиксировали самую низкую смертность от коронавируса – 7 человек в сутки. Подробнее о послаблениях в материале из Тбилиси. Наконец-то этот день настал. С понедельника в Грузии отменили масочный режим на улице. Коронавирус, по всей видимости, отступает. В сутки здесь фиксируют менее тысячи новых инфицированных. Летальные исходы тоже сократились. Послабления в регуляциях коснулись и общепита. Теперь для них сняли ограничения на количество посетителей. Также в городах вновь можно проводить спортивные и культурные мероприятия. В силе пока остается ношение масок, но при определенных условиях. Все еще обязательно регуляция по ношению масок в закрытых пространствах и общественном транспорте. Офисы, работавшие, дистанционно теперь могут вернуть сотрудников обратно на свои рабочие места. Также снимается необходимость изоляции для граждан Грузии, которые возвращаются в страну без ПЦР-теста. Суточное число выздоровевших уже значительно превышает количество заболевших. Главной головной болью инфекционистов, однако, по-прежнему остается вакцинация, продвигающаяся в стране медленными темпами. К сожалению, активность по вакцинации очень низкая. В марте в среднем лишь тысяча вакцинаций в день, в феврале было три тысячи, а в декабре и вовсе десять тысяч в сутки. Мы старались удержать эти десять тысяч, но не получилось. К лету постараемся нагнать темпы. В Грузии от коронавируса сегодня полностью вакцинировано 45% населения. Эпидемиологи хотят довести этот показатель до 60% к летнему сезону. Есть также обнадеживающие данные нового исследования от Национального центра контроля заболеваний. По предварительной информации, 85% населения Грузии могут иметь иммунитет к коронавирусу. Это те, кто получил оба компонента или уже переболел. Юлия Тужилкина, Ашалва, Сура Милашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. Россиянам разрешили пользоваться Facebook и Instagram, несмотря на запрет деятельности компании МЕТА в стране. Постановление опубликовано на сайте Суда Москвы. Наложенные на корпорацию меры не ограничивают действия по использованию ее продуктов физическими и юридическими лицами, говорится в заявлении. Отмечу, 21 марта МЕТА признали экстремистской организацией на территории России. Согласно решению суда, IT-компания нарушает права граждан и угрожает конституционному строю страны. В Павлодаре вынесли приговор автоугонщикам. Они получили разные сроки лишения свободы от 3 до 8 лет. Организованная преступная группа из Тимиртау промышляла кражи автомобилей на территории Карагандинской и Павлодарской областей. Злоумышленники похищали исключительно машины класса «Люкс» модели Toyota Land Cruiser Prada и Toyota Avensis. Они подделывали идентификационные номера и сбывали краденые авто на рынке. Свыше 6 тысяч исков на действия судебных исполнителей поступило в суды за последние 9 месяцев. 19 человек лишили лицензии. Об этом сегодня во время правительственного часа сообщил министр юстиции. В Казахстане растет не только число жалоб на судоисполнителей, а также количество допускаемых ими нарушений. Почти половина исков подали несогласные с их действиями. И в большинстве случаев они оказались обоснованы. Больше всего таких исков поступило в городах Нур-Султан и город Алматы. Судебные исполнители признали свои ошибки в суде и завершили примирением 1456 дел или 23%. 1299 дел были отозваны сами ввиду неурегулирования спора. Это 21%. Итого суд рассмотрел по существу 2014 дел или 32%. Из них удовлетворено 45%. То есть почти каждый второй иск на действие и бездействие судебное исполнительное был признан обоснованным. Сегодня возобновил работу аэропорт Актобе, который не функционировал 17 марта. Там продолжается ремонт взлетно-посадочной полосы. По данным Комитета гражданской авиации, рабочая длина полосы временно сокращена. А полеты будут осуществляться только в светлое время суток с отремонтированного участка в одном направлении. Как сообщили в аэропорту, первый рейс сегодня выполнила авиакомпания «Казак-Ир». Самолет из столицы уже приземлился в Актобе. В 19.00 по времени он вылетит обратно. Все внутренние и международные рейсы обещают восстановить поэтапно. Снизить цены на социально важные продукты к священному месяцу Рамазан призвал верховный муфтий Казахстана. Он обратился к предпринимателям с просьбой опустить ценники на 10%. Напомню, Рамазан – месяц мусульманского поста. В этом году он начнется 2 апреля и завершится 1 мая. Пост продлится 30 дней. Ураза Айт выпадает на 2 мая. К такому совместному решению Духовное управление мусульман Казахстана пришло по согласованию с Думой Узбекистана и Кыргызстана. Ранее между странами Центральной Азии были различия в сроках проведения религиозных праздников по различным причинам религиозного и научного характера. Неоднократно случалось так, что живущие по соседству мусульмане начинали пост и отмечали Айт в разные дни. Это вызывало недоумение среди верующих. В ходе рабочей поездки в Узбекистан и Кыргызстан мы всесторонне обсудили этот вопрос и договорились прийти к общему решению. На основании договоренности приняты двусторонние меморандумы. В столице привиться вакциной Pfizer можно будет не только в поликлиниках, но и в пункте вакцинации торгового центра Абудаби-Плаза. Об этом сообщают в городском управлении здравоохранения. Ставят препарат в качестве первичной, а также повторной иммунизации лицам, выезжающим за рубеж. Причем намеченную поездку необходимо подтвердить документально. Выбор вакцины проводится в зависимости от требований страны, в которую планируется визит. В семье японских макак, живущих в Алматинском зоопарке, пополнение об этом стало известно только спустя пять месяцев. Все это время сотрудники оберегали малыша Тони. Он родился у старовозрастной пары. Маме уже 25 лет. Это средний возраст представителей данного вида приматов. Подробнее Анастасия Валикжанина. Пополнение в зоопарке случилось на утро 17 ноября 2021 года. У пары японских макак родился шестой ребенок – малыш Тони. До этого троих старших отправили в другие зоопарки, а остальные живут рядом с ними. Жак в отдельном вольере со своей невестой Витой, Ани и Тони с родителями. Заведующая секцией приматов Шулпан Абдебекова – профессионал своего дела. Посвятила работе в Алматинском зверинце 27 лет и с трепетом говорит о своих подопечных. Мамаша всегда у нас сама родила, никогда не помогали. Когда утром приходишь, тогда уже на груди ребенком будет сидеть. У нас рацион Международная ассоциация зоопарков. У них приближенные рационы как к природе. Пять раз кормятся, а ничего не получают. Начиная хлеба, повидлы, мед, сливочные масла, разные орехи. Не считая вот это фрукты, зелени, например, бананы, яблоки мы уже целый год, круглый год получаем. Когда содержание, кормление очень хорошее, они долго живут. Вообще Алматинский зоопарк славится своими долгожителями. Крокодиловый кайман по имени Зина в январе справила юбилей. Ей исполнилось 50 лет. В среднем представители этого вида живут 30-40 лет. Долголетие зависит от условий содержания животных. Здесь специально еще 5 лет назад затеяли реконструкцию. На сегодняшний день она продолжается. Реконструкция в зоопарке идет поэтапно. Наши медведи до этого всегда жили в очень тесных, неудобных клетках. И поэтому в первую очередь наша задача была увеличить, улучшить условия содержания медведей. Это мы сделали. Построен огромный вольер. Следующий этап сейчас происходит. Это идет реконструкция прудов. Потому что это благополучие наших водоплавающих птиц. Плюс еще содержание рыбы для разведения, для кормления этих же птиц. Еще в скором времени в секцию приматов планируют привезти самок для двух капуцинов, белорукового гиббона и шимпанце. А это значит, алматинский зоопарк ожидает новый приплод. Анастасия Валикжанина, Валентин Лобанов, Хабар 24, Алматы. К этой минуте все. Оставайтесь с нами.